Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вести Карачао-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Вот что главное сегодня. Жители республики смогут вносить свои предложения по благоустройству. Об этом Рашид Тимрезов сказал на встрече с мэром Черкеска Русланом Тамбиевым и вице-премьером Сергеем Смородиным. Сразу два крупных события в Зеленчукском районе. В ауле Козыл-Октябрь торжественно открыли спортивный зал, а в станице Зеленчукской распахнул свои двери детский сад «Золотой ключик». Они осуществляют надзор за соблюдением законов, защищают права и свободу гражданина, борются с коррупцией и преступностью. Сотрудники органа прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Известный журналист-публицист, заслуженный работник культуры Карачао-Черкесии Шукур Тибуев презентовал читателю свой поэтический сборник. Сегодня значимая дата в истории республики. 96 лет назад постановлением в ЦИК РСФСР была образована Карачао-Черкесская автономная область. Этот день стал историческим событием, которое положило начало становления государственности народов современной Карачао-Черкесии. Значимость этой даты подтверждается решением президента России Владимира Путина, который подписал указ о праздновании в 2022 году столетия Карачао-Черкесии на государственном уровне. Глава республики Рашид Тимрезов поручил членам правительства и администрации создать оргкомитет по подготовке к юбилейной дате. Самым важным результатом, по мнению главы региона, с которым мы можем, должны подойти к юбилею, является повышение качества жизни граждан в каждом населенном пункте. Также Рашид Тимрезов выразил благодарность в адрес земляков, людей, которые защищали родину, поднимали ее с колен, работали не покладая рук, чтобы наша республика развивалась и процветала. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел первое совещание по оформлению практических задач в рамках года благоустройства городских и сельских территорий. Начали с Черкеска, самого густонаселенного пункта республики, где сконцентрирована большая дорожная, жилищная и коммунальная сеть. И, соответственно, большая часть обращений к главе республики по благоустройству конкретных улиц и дворов поступает через социальные сети, и проект решено. Касаются именно Черкеска. Рашид Тимрезов поставил перед мэром республиканской столицы Русланом Тамбиевым и вице-премьером Сергеем Смородиным задачу подготовить паспорт благоустройства города, в котором будет отражено текущее состояние каждого двора многоквартирных домов, парков и улиц. Также будет определен график благоустройства конкретных объектов на год, составленный на основе предложений граждан. По мнению главы, вовлечение жителей в этот процесс – возможность лично влиять на позитивные изменения, которые происходят в Карачаево-Черкесии. Сегодня глава Карачаева-Черкесии принял участие в торжественном открытии спортивного комплекса в ауле «Козыл-Октябрь». Это одно из спортивных сооружений, строящихся в республике в рамках «Года здоровья», объявленного Рашидом Тимрезовым в 2017 году. Мадина Каракетова подробнее. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и делегация из членов правительства и Народного собрания – почетные гости на этом торжестве. Ведь во многом благодаря им и началось строительство этого многофункционального спорткомплекса. Многие меценаты, просто жители и выходцы из «Козыл-Октября» откликнулись на идею о возведении сооружения. И именно им и адресовал слова благодарности глава Карачаева-Черкесии, приветствуя жителей аула и поздравляя их с этим событием. Крупные населенные пункты и даже города Карачаева-Черкесии могли бы позавидовать в этом спортивном корпусе. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить тех людей, жителей, выходцев этого села, которые построили его. И это, могу сказать, что это один из немногих объектов спортивной инфраструктуры, в который не вложено ни одного рубля бюджетных денег. Ни одного рубля, все на частном пожертвовании. Я хочу, чтобы мы все поприветствовали, все вы их знаете и хочу их поблагодарить. Рожитель Млезов подчеркнул необходимость вовлечения населения, в частности, молодежи в здоровый образ жизни и в спорт. Такую задачу перед регионами ставит и президент страны. За последние 6 лет такое количество людей в нашей республике увеличилось встроено. С 11% населения до 37%. И, конечно же, это во многом обусловлено тем, что сегодня и власти всех уровней, и федеральные органы власти, и республиканские, и муниципальные делают все для развития физической культуры и спорта. За последние 5-6 лет в республике построено более 50 объектов спортивной инфраструктуры. И я абсолютно уверен, что мы продолжим в этом направлении двигаться дальше. Глава республики пожелал детишкам спортивных успехов и чемпионских титулов. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Спортсал рассчитан на проведение тренировок и соревнований по разным видам спорта, в том числе и массовым. По словам спортсменов, скоро его оборудуют и тренажерами. К спортивному залу примыкает и спортплощадка, построенная по соцпрограмме «Газпром детям» несколько лет назад. Пришедшие поздравить своих аульских сверстников, футболисты из районной команды СК «Зенит» уверены, что у местных детей со строительством спорткомплекса появится масса возможностей реализовать себя на спортивной стезе. Могу тренироваться, побеждать больше. Больше возможностей в тепле, меньше травм можно получить. Добиваться успехов и чемпионов. Больше людей начнет ходить, потому что открылся новый комплекс. Это намного удобнее, намного легче и намного уютнее. Поэтому, мне кажется, у нас будут чемпионы. Аул «Козылоктябрь» известен спортсменами и борцами по борьбе на поясах. Но двукратный чемпион мира по этому виду спорта Расул Шедаков уверен, что теперь в его родном ауле будут такие же титулованные спортсмены по другим видам спорта. Главное, появилась база для этого. Текинев Султан, многократный чемпион Кавказа. Мой первый тренер Мара Будлаев, он тоже очень много мест занял. Среди молодежи Чумаев Мухтар, многократный чемпион мира и России. Много еще Чумаев, Чумхар есть. То есть детям есть на кого ориентироваться? Да, есть пример, чтобы к чему идти. Если будет условие, плюс к этому желание, выйдут достойные спортсмены выйдут. Осталось совсем немного, чтобы завершить объекты. В основном отделочные работы и коммуникации. Предполагается, что спорткомплекс будет полностью готов к эксплуатации к весне. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Деленчукский район. Также сегодня глава Карачаево-Черкесии принял участие в открытии детского сада «Золотой ключик» в станице Зеленчукской. Новое современное дошкольное учреждение, самое крупное в районе. Детсад рассчитан на 300 мест. В этом году в Зеленчукском районе планируется открыть еще один детский сад – селе Маруха. Таким образом, проблема с очередностью дошкольные образовательные учреждения будет решена. Подробный репортаж с ввода в эксплуатацию детсада «Золотой ключик» смотрите в понедельник в наших информационных выпусках. Сегодня день российской прокуратуры. Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии. Сотрудники прокуратуры Карачаева-Черкесии в тесном взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными структурами, а также общественностью вносят большой вклад в защиту законных прав и интересов наших граждан. Примите сердечное пожелание крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи, успеха во всех начинаниях. На благо Карачаева-Черкесии и Великой России, говорится поздравление. Телеграмму также подписали председатель Народного собрания Республики Александр Иванов и председатель правительства Аслан Озов. Тожественное мероприятие прошло в прокуратуре Республики. Все подробности у Али Баташева. История ведомства берет свое начало 12 января 1722 года. Ока Государева, учрежденная указом Петра Первого, стала главным надзорным ведомством государства. В 1995 году эта дата указом президента России была установлена как день работника прокуратуры Российской Федерации. Менялась история, но главные задачи прокуратуры остались преждими. Надзор за исполнением и соблюдением законов. Знаем, что после 17-го года вообще прокуратура была ликвидирована, но даже большевики потом пришли к выводу о том, что без прокуратуры нельзя. И мы вот уже, как последователи тех прокурорских работников, я считаю, с честью несем и служим нашему Отечеству. На самом деле прокуратура Республики, вот если посмотреть ту статистику, как мы сработали за прошлый год, нами достигнуты, я считаю, большие результаты. И нам есть чем гордиться. Только за прошедший год работниками прокуратуры Республики было выявлено около 20 тысяч правонарушений. Из них порядка 4,5 тысяч – коррупционной направленности, отметил Александр Терещенко. Подобное достижение невозможно без профессионализма и ценного опыта, который передали ветераны прокуратуре Республики. Я хочу сказать огромное спасибо руководству прокуратуры и вам всем за тёплые слова, за поздравления, за все те отношения хорошие, внимательные и чутко отношения к нам, ветеранам со стороны вас. Огромное вам спасибо. Мы гордимся вам, вы достойно несёте эстафету. Кроме надзора за исполнением законов, прокуратура работает с обращениями граждан. В год работники рассматривают порядка двух тысяч устных и письменных заявлений. Я вас всех поздравляю с профессиональным праздником. Мы большую часть жизни проводим здесь, в этих стенах. И если мы хоть кому-то помогли, если хоть кто-то отсюда ушёл удовлетворённый, значит мы учились не зря, работали не зря. И все сегодня здесь собрались не зря. Всех вам благ. В этот день отличившимся сотрудникам присвоили классные чины. Лучших работников прокуратуры наградили медалями, знаками отличия за верность закону, ценными подарками, почётными грамотами и благодарностью генерального прокурора Российской Федерации. Али Баташев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня министр внутренней дела по Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов провёл первый в 2018 году приём граждан. К руководителю силового ведомства обратились на этот раз 10 человек. Жители республики обратились к министру с различными вопросами, в частности, касающимися хода расследования отдельных уголовных дел. Большинство обращений были связаны с трудоустройством на службу в органы внутренних дел. Игорь Трифонов выслушал каждого посетителя и дал необходимые разъяснения. По отдельным направлениям он поручил руководителям ответственных служб объективно рассмотреть обращения граждан, принять соответствующие меры и своевременно подготовить ответы заявителям. Все обращения зарегистрированы и взяты на личный контроль министра и начальника подразделения МВД по Карачаево-Черкесии. В картинной галерее Республиканского природного музея-заповедника состоялась презентация первого раздела поэтического сборника «Ассафи Аутат». Автор книги известный журналист-публицист, заслуженный работник культуры Карачаево-Черкесии Шукур Тибуев. Ахмат Халкищев подробнее. «Ассафи» — роман в стихах, состоящий из восьми разделов, как говорит сам автор философско-дидактического содержания. В первом разделе «Аутат» — четыре книги. «Посещение», «Султан», «Охрам» и «Весна». На вопрос, с чем связаны столь непривычные для слуха названия, автор предлагает читателю самому найти ответ. Надо почитать книгу, и тогда сам читатель поймет, почему книга так названа. Я не хочу тут этим заниматься и расшифровывать. Роман на 885 страницах, каждая из которых пронизана искренностью и глубиной философской мысли автора, издан типографией Кисловодского гуманитарно-технического института. Шукур на самом деле один из выдающихся личностей нашего народа. То, что он сделал, это останется в веках. Его фильмы, его очерки, его стихи, его книги – это вклад в духовное развитие, духовно-нравственное развитие народа. На презентации, помимо многочисленных друзей Шукура Шабатовича, представителей научной и творческой интеллигенции, присутствовали и самые близкие родственники автора. К слову, мастерству изящного словосочетания Шукуртий Буев с юношества посвящает и своего внука Исмаила. Мой дедушка вообще, по сути, замечательный человек, у него много друзей, он писатель, он мне поможет всегда с трудным моментом, он мне рассказывает всякие закономерности, всякие изящности и так далее. Сейчас к зданию практически готовы книги из завершающего раздела романа, общим объемом без малого в 100 тысяч строк. Появление след последних пяти томов выведет произведение на мировой уровень, выражали уверенность гости презентации. Ахмат Халкищев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черпенсия. И приятная новость для тех, кто хочет провести выходные в горнолыжных курортах республики. Архыц перешел на тарификацию услуг по сниженному тарифу зимней, скидки на скипасы 10-15%, на аренду инвентаря от 10 до 30%. Так что приятного вам активного отдыха на выходных. До встречи и ждите вестей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА